В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Валерий Венцель посетил технопарк Н4. И плюс параллельно ультразвуковая система, вот там решеточка между колес, вот она прижимается. Какие формируют ультразвуковые импульсы. На базе Института садоводства и питомниководства прошел 10-й форум Дни сада в Бирюлёве. Есть на выставке редкие ягоды, актинидии. Выглядит как рыжовник, но на вкус как киви. Здесь зашкаливающий уровень витамина С. Уже в третий раз яблочный спас отметили в Расторгуевском парке. Атмосфера восхитительная, праздник замечательный, настроение у всех хорошее. Когда речь заходит об инновациях, стартапах или современных разработках, нередко имеют в виду подмосковное Сколково. Но и в Ленинском муниципалитете есть образцовый технопарк М4, где ведут свою деятельность предприятия с высокотехнологичным производством. У них в гостях побывал глава муниципалитета Валерий Венцель и с ним наша съемочная группа. Технопарк М4 расположен на территории городского поселения Горки-Ленинский. На его создание ушло более пяти лет. Теперь он функционирует на полную мощность. А среди резидентов – десятки предприятий различной направленности. Это вообще новое направление в России технопарки. Обычно это были промзоны, доставшиеся нам от Советского Союза. Это новое веяние. Мы поехали, съездили в Чехию, в Германию, посмотрели на их организацию, потому что придумывать свое достаточно сложно. И теперь предлагаем людям комфортное размещение. Это начиная от благоустройства, окончая объединенной системой безопасности. Бахилы, шапочка, халат. В таком одеянии глава муниципалитета и сопровождающие лица направляются вовсе не в больничное отделение. Предприятие «Твинстек» является крупным производителем косметических и парафармацевтических средств. Поэтому к чистоте здесь предъявляют повышенные требования. Общая площадь предприятия – более 10 тысяч квадратных метров численность сотрудников, 158 человек. Компанию «Твинстек» в конце 90-х основала группа аспирантов химического и биологического факультетов МГУ, которые занимались изучением новых методов получения, очистки и выделения из растительного материала натуральных экстрактов. Сейчас фабрика выпускает более 400 видов различной продукции. Работаем с сетями. Вот «Экспрайз» – большая сеть. Работаем с перекрестком, с тандером. Следующим учреждением, которое посетил Валерий Венцель в технопарке М4, стала группа компаний АКС. Здесь требований к стерильности были меньше, но непосвященному человеку с первого взгляда было понятно. В этих кабинетах ведется серьезная научная работа. Предприятие специализируется на приборостроении и разработке технологий контроля состояния различных материалов. Наблюдает за, собственно говоря, результатом через видеоканал. И плюс параллельно ультразвуковая система, вот там вот решеточка между колес, вот она прижимается и формирует ультразвуковые импульсы, которые используются для диагностики. В настоящее время рабочий коллектив группы компаний насчитывает более 100 человек, в их числе два доктора наук, четыре кандидата наук, более 50 инженеров и высококвалифицированных специалистов в различных областях. В 2016 году был отмечен 25-летний юбилей с момента основания компании. Экскурсию для Валерия Венцеля провел генеральный директор предприятия, доктор технических наук Андрей Самокрутов. Я вижу интерес, я вижу понимание и надеюсь, что этот контакт не будет последним. Я сформулировал некоторые проблемы, которые нас волнуют, и глава пообещал каким-то образом их решить. Рабочие поездки главы муниципалитета приурочены к 90-летию Ленинского района. На них он знакомится с трудовыми коллективами и производственными мощностями предприятий, награждает отличившихся сотрудников. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Глава Ленинского района Валерий Венцель посетил бывший военный городок Петровское. Его сопровождали заместители и начальники управления, ведь целью визита был контроль работ сразу на нескольких объектах поселка. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Рабочий визит главы муниципалитета Валерия Венцеля в посёлок Петровское начался с осмотра местной котельной. В течение трёх лет с момента передачи этой котельной были произведены работы как по капитальному ремонту самой здания котельной, так и внутреннего содержания этого помещения. Раньше на территории посёлка было два тепловых объекта, теперь их объединили в один и модернизировали оборудование. Директор Видновского ПТО ГХ Александр Митряйкин провёл небольшую экскурсию и рассказал о подготовке к отопительному сезону. Затем делегация переместилась к жилым домам, где несколько лет назад был проведён капитальный ремонт и заменены внутренние инженерные коммуникации. По прошествии времени были выявлены недочёты, которые нужно будет устранить. В ближайшее время должны пройти работы по ремонту фасадов домов. Ещё одна остановка – здание дополнительного образования Петровской начальной школы. На благоустроенной территории учреждения появилась современная детская площадка. На информационном стенде размещены фотографии, на которых видно, как всё здесь выглядело раньше. Здесь было здание в достаточно ветхом состоянии. Территория такая же была, деревья старые. Мы провели опиловку, благоустройство, отремонтировали здание. Сейчас дети могут безопасно, с удовольствием гулять и заниматься. Со своими проблемами к главе района обратились местные жители. Один из них – ветеран вооружённых сил Пётр Григорьевич Коровин. Уже 60 лет он живёт в Петровском, а приватизировать дом с участком 10 соток до сих пор не может. В планах построить на участке новый дом, так как старый совсем пришёл в негодность. Финский дом – это деревянный, щитовый. Там две доски, а внутри там утеплители. А он стоит с 53-го года, понимаете? А ему срок 25 лет самый большой. Валерий Венцель попросил подготовить все необходимые документы и взял ситуацию на личный контроль. Отдельно просто справочку подготовьте, информацию. Хорошо. А мы подумаем, как вопрос можно решить. Хорошо. Может быть и во вне судебном порядке. Глава района ответил на все вопросы собравшихся и пообещал разобраться с их проблемами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Завершился 10-й форум Дни сада в Бирюлёве, организованный на базе Института садоводства и питомниководства. По доброй традиции здесь выставляется продукция, которой так богат наш край. Декоративные растения, ягоды, фрукты и, конечно, яблоки. Как раз к яблочному спасу жители могли полакомиться, например, вкусной антоновкой или приобрести саженцы интересующих сортов. Сюжет Екатерины Коваленко. Аркадик, легенда, васюган, президент, подарок графскому. Вот лишь некоторые названия сортов яблок, которые были выставлены на юбилейном 10-м форуме Дни сада в Бирюлёве. А всего разновидности более семи десятков. Институту садоводства и питомниководства, который вслед за нашим муниципалитетом отметит в следующем году свое 90-летие, по праву есть чем гордиться. Наш Ленинский район – это, конечно, можно сказать, и северная граница садоводства, но, несмотря на это, у нас получено довольно много сортов, как разных сроков созревания, от летних до поздних и позднезимних сортов, которые созревают в феврале, в марте месяце. Селекция была направлена так, что совмещали высокие адаптивные признаки сорта для выживания в наших условиях с высокими вкусовыми качествами. Под чутким руководством опытных селекционеров на нашей плодородной почве растут и вкусные румяные груши, причем с весны и до поздней осени. Отдельного упоминания заслуживает сорт «Видное», который прославляет город далеко за его пределами. Этот сорт создан большого количества селекционеров. И на его создание ушли долгие годы, потому что мы раньше не могли моделировать погодные условия, а сорт должен быть зимостойкий, и изучали его на протяжении десятилетий. И сегодня этот сорт популярен среди садоводов и в нашем Ленинском районе, и на территории всей Московской области. Впрочем, на этом ассортимент не заканчивается. Есть на выставке редкие ягоды, актиниди. Выглядит как рыжовник, но на вкус как киви. Здесь зашкаливающий уровень витамина С. Немало и вы в более привычной нам смородине. Черная, красная и даже белая. Приобрести ее саженцы или любые другие можно в специально организованной торговой точке. Выбор на любой вкус и кошелек. Только яблоневых побегов более сотни. Шикарный сорт, осенне-зимний. Лежит прекрасно для дворя. Очень сочное сладкое яблоко. Супруги Бычковы приехали в надежде пополнить свой сад на даче. И, конечно, ушли не с пустыми руками, а с молодыми яблонями сорта Уэлси. Здесь мы нашли то, что нам нужно. И здесь качественные саженцы, потому что мы раньше покупали в других местах. Ну, как бы, оказывались сорта другие. А здесь непосредственно то, что нам нужно. И, разумеется, тут же можно полакомиться свежим яблочным урожаем. Тем более, что сейчас все мы празднуем яблочный спас. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина отметили престольный праздник – преображение Господня. В одноименном храме состоялась божественная литургия, а затем прошло освящение плодов. Также на территории поселка была организована развлекательная программа. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Не случайно праздник преображения Господня иначе называют в народе яблочным спасом. В этот день верующие для освящения в церковь приносят разные фрукты – сливы, виноград, персики и, конечно, яблоки. Плоды символизируют благодарность Богу за все дары. Светлый праздник связан с событиями земной жизни Иисуса Христа и имеет большое значение для православных. В этот день зачастую обращаются к евангельскому повествованию. Праздник преображения Господня, о том, как Христос с учениками поднялся на гору и показал им не свою человеческую сторону, а показал свою божественную сторону, преобразился перед ними. Это произошло буквально незадолго до того, как он пошел уже на свои страдания, для того, чтобы укрепить учеников и показать им, кто он на самом деле. Божественная литургия в Преображенском храме объединила людей разных возрастов и профессий. Духовный праздник, наверное, для всех и радость. Соответственно, мы очищаемся, мы ждем нового урожая. Ждали, вернее, нового урожая. И до этого был медовый спас. Это вот, не знаю, ну, наверное, радость большая для всех. Конечно, отмечаем этот праздник, стараемся преображать свою душу. А для Светланы Милохиной это особый день. В прошлом году в праздник Преображения она осуществила свою давнюю мечту – поднялась на гору Фавор. Конечно, это самый светлый праздник, когда Господь нам показал весь смысл нашей жизни – преобразиться. Вот мы будем идти к этому и стараться это сделать. В завершении литургии совершили причащение. А после богослужение, которое провел благочинный церквей видновского округа Дмитрий Березин, продолжилось крестным ходом. Следом за традиционным освящением плодов нового урожая, настоятель Преображенского храма выступил с речью. Будем надеяться, что Господь и дальше наши труды, наши заботы о храме будет благословлять, и наш храм будет дальше благоукрашаться и преображаться. В этот праздничный день была организована развлекательная программа. Дети и взрослые водили хороводы, играли в ручеек, а фольклорный коллектив «Родничок» исполнил несколько веселых народных песен. А также все желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению тканевых кукол и проверить свои знания в интересной викторине. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Расторговском парке отметили «Яблочный спас». Праздник проводится здесь третий год подряд и с каждым разом набирает популярность. На мероприятии было представлено множество интерактивных площадок. Чем еще в этот раз организаторам удалось удивить гостей, узнал Арсений Рогозянский. Организаторы «Яблочного спаса» в этом году постарались сделать так, чтобы каждый нашел себе занятие по душе. Для детей проходила игровая программа, а взрослые с интересом изучали садоводческую площадку. Гостей праздника не отпугнула даже пасмурная погода, ведь за прошедшее время он зарекомендовал себя как хороший способ проведения семейного досуга под открытым небом. Когда первый раз попробовали, так это было воспринято людьми, может быть соскучились, может быть действительно в этом парке давно нужно было подумать о проведении именно мероприятий, связанных с природой, с какими-то вот такими событиями. Собрать пазл, сделать аквагрим, смастерить украшения и даже посоревноваться в конкурсе на самую длинную яблочную кужуру. Чем-то из этого запросто можно было увлечься. Гостям праздника также предложили поучаствовать в кулинарном мастер-классе по изготовлению сладостей. Дети активно пробовали себя во всем. Я готовил сладкую кукурузу, а мастер-класс понравился, потому что я люблю готовить. Мне понравилась площадка аквагрима и танцпол. Зинаида Буслаева пришла на праздник с подругами. Участие в конкурсах и мастер-классах они не принимали, а просто смотрели на то, как веселится молодежь. Атмосфера восхитительная, праздник замечательный, настроение у всех хорошее, всех видновчан, с яблочным спасом, всем здоровья и счастья, и полного благополучия. Завершал праздничную программу, небольшой концерт, а чтобы этот день запомнился, каждый мог сфотографироваться на память в оригинальных фотозонах. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова